Привет, меня зовут Сергей Соколос и я сейчас покажу очень простую технику для того, чтобы рисовать красивые блюры, размытые фигуры в иллюстраторе. Рисовать их целиком в векторе. Нарисуем абстрактную какую-то форму замкнутую, тонкой черной линией, без заливки. Теперь уменьшим ее до нуля, создав копию. Теперь выделим обе эти фигуры и сделаем Object Blend Make. Создаст плавный переход по цвету и по форме от одной фигуры к другой. Поскольку они одного цвета, у нас перехода цвета никакого нет. Сделаем внешнюю фигуру белого цвета и вот у нас уже почти какой-то интересный эффект образовался. Во-первых, чтобы побороть муар, который сейчас видим, сделаем просто толщину штриха, два пункта вместо одного. И немножко еще поиграем с формой. Видите, можно управлять интенсивностью вот этого как бы градиента, отдаляя или приближая к центру радиус кривизны в каждом конкретном месте. Когда радиус почти-почти касается центра, получаются такие вот весьма заметные переходы. Ну а если он ближе к касательный, к этому центру, тогда переход максимально плавный. Таким образом, можно полностью управлять этим градиентом. если этим вектором направлением переехать центр, то получится некрасивый эффект совершенно резкого края. Поэтому этого лучше избегать. Хорошо. Вот такой эффект, в принципе, вполне неплохо выглядит. Кроме однолонного, у него очень заметные края. Хотя вроде бы там белая линия, но она наступает так быстро, что все это выглядит не вполне естественно. Чтобы это устранить, мы дадим этому объекту маску. Кто хорошо работает в фотошопе, знает, что маска это черно-белая картиночка, которая цепляется к слою. И там, где эта картинка черная, в тех местах, где она черная, слой прозрачный. А там, где он белый, слой видно целиком. Ну и, соответственно, там, где серые области, там какая-то полупрозрачность есть. Мы скопируем этот объект поверх самого себя. У нас теперь два объекта абсолютно идентичных, один над другим. Оба выделим. И в меню Transparency сделаем Make Capacity Mask. Тогда верхняя фигура становится маской для нижней. То есть, видите, вот эта фигура, а вот эта маска. Там, где маска черная, в центре, вступает прозрачность. Видите, просвечивает белый фон. Чтобы лучше показать, я сейчас создам красный. Так, я работаю в маске, а нужно работать в самой картинке. Вот видите, она сейчас лежит под этой фигурой, красная область лежит под фигурой. И в центре мы ее видим совершенно нормально, потому что маска делает этот объект прозрачным в этом месте. Так, ну а нам нужен эффект прямо противоположный. У нас должна быть прозрачность к краям, поэтому маску мы просто инвертируем. И вот, пожалуйста, в принципе, совершенно органичный градиент, естественным образом растворяющийся в фоне. Надо понимать, что он состоит из очень большого количества линий, которые просто сливаются и образуют вот эти плавные переходы. И при попытке вывести такую иллюстрацию в EPS, чтобы загрузить на Shutterstock, у вас возникнут большие проблемы, к сожалению. Потому что объект расширится, станет состоять из этого бесконечного числа линий, и файл будет весить около гигабайта, вот только с одной такой кляксой. Если вы хотите сделать какую-то более сложную и интересную иллюстрацию с участием такого эффекта, результирующий EPS будет просто неприемлемо тяжелым. Если кто-нибудь откроет способ, как вывести такой эффект, сохранив его векторным, может быть, конвертнув в Mesh каким-то образом, пожалуйста, поделитесь. Ну, собственно, все. Пробуйте. Это очень интересная штука. Можно делать не обязательно, конечно, на белом фоне, а делайте на цветном. Тогда давайте внешней линии, соответственно, цвет контура вот этого фона. И удачи! С вами был Сергей Соколов.